Добрый день! Сегодня означается День Конституции Республики Беларусь. Конституция – это главный закон Державы и основа ее правовой системы, Державный документ, который гарантует всем гражданам краины ровные правы, обороненное и стабильное житие. С на годы свято сегодня по всей нашей краине проходит акция «Мы, граждане Беларуси». В ее рамках у Гомельским областным громадско-культурным центры отбылся у Рашисты приемы и урушение первых национальных пашпартов лепшим проставникам одороны молодей региона. Наш корреспондент Вероника Варашилина так само наведала святошное мероприемство. Урочистая частка, что готовые все белорусские акции «Мы, граждане Беларуси» разгорнулась и в конференц-зале Гомельского областного громадско-культурного центра. Традиционное святкование объеднало представников органов выконавчей и законодавчей улады и дальновитую молодь. Ключовый момент – уручение национальных пашпартов. Счастливыми уладальниками своих первых документов у докладняющих особов стали 30 подлетков, которые достигнули в 2014 году. Усеяны представники одороны молодей – активисты громадских объединений. Довольно-таки приятно, я чувствую себя более уверенно, целеустремленно. Я бы не подумала, что так получится, что мне будут вручать паспорт здесь. Спасибо, жизнь, за то, что я живу. Спасибо, жизнь, за тысячи минут счастливых. За облака, что по небу плывут, за счастье, что ты мне приносила. У меня много достижений, чем я очень горжусь. Я считаю, что это только начало моей успешной и интересной жизни. Отримать самый главный документ у жизни каждого человека у свято-день Конституции для школьников безумно высокий гонор. До речи, кроме пашпорта подлетки отримали у подарона Конституции Республики Беларусь и моляуничное иллюстрованное выдание «Я громадянин Республики Беларусь». Признание человека, его правов, свобод и обовязков – главные складники розквиту и могутности нашей краины. Однако керую прогрессом человек. И во все часы эта отказная миссия ускладается на молодь. Минавито тому, подчас урожистого мероприемства, так само отбылось ознайомство запрошенных на его гостей с новоцинными проектами, распрацеванными у рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Талиновитые представники Беларусского республиканского союза молодей не спиняются над осягнутым и не распрацовывают и реализуют усе новые проекты. Самое ближайшее наше мероприятие традиционное – это областной этап отборочного конкурса, международного конкурса грации артистического мастерства «Королева весна-2016». Затем мы приступим к реализации нашего проекта, который стартовал в прошлом году «Цветы Великой Победы» и так далее. «100 идей для Беларуси» в этом году немножечко в другом русле, так скажем, звучит. Ну и все наши традиционные будут продолжены. Вероника Ворошилина, Валерия Панико, телерадо «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня означается «Сусветный день обороны правов спожилцов» и он был усталяван в 1983-м. У календары беларусов гэтая дата у першиню была познашена 16 годов тому. По традиции, что год Международная федерация спожилецких организаций вызнашает и матыку «Сусветного дня обороны правов спожилцов». Все лета и она гучит, як выключить антибиотики с меню, а свято проходить под девизом «Здоровое харчование – выбор сучасного спожилца». По всех питаниях спожилецкой тематики сегодня на Гомельшине проходят промылинии. На свороты насельства отказываются специалисты гандлю и территориальных державных органов УЛАДы. На рынках и убыльных гандлювых центрах организована работа консультационных пунктов. Только у областных центра сегодня працуют больше 30 пляцовок по информации граждан об их спожилецких правах. Мы предлагаем напечатанную форму информации в виде буклетов, листовок. Можем предложить устное консультирование. Наша цель присутствия здесь заключается в том, чтобы непосредственно в самом продовольственном магазине довести до каждого покупателя информацию, какое же питание является здоровым. Что же нужно знать, чтобы сделать свое питание здоровым. На что нужно обращать внимание в магазине, на что нужно обращать внимание дома. И прочая, любая информация у нас сегодня будет доступна каждому. Активисты громадского объединения инвалиды-спинальники сустрелись с выкладчиками и студентами факультета промыслового и громадянского будовництва Белорусского державного университета транспорта. Основная мета – притягнение уваги будущих архитекторов да проблем людей с обмежованными махчымастями. Алексин Цюроу подекавился, обшим ишла размова. Уголовный корпус Белорусского державного университета транспорта члены областного объединения инвалиды-спинальники тропляюсь без особливых проблем. Уже шмат годов тут иснують пандусы, які дозволяють рухаться по территории. Креху поздней, непосредственно по часу встречи с будущими архитекторами, означается, у Белоруссии затверджены отповедные будовничные нормы и нема поста указать об их массовых порушениях. И иншая справа, что навыд одинковые выключения могут сварить шмат проблем. Члены громадского объединения погоджаются. Есть разные причины. Ни где той же пандус не дозволяють зарабить иснующие коммуникации, але можно звернуться до альтернативных вариантов. Так же подъемников, например. Головно шукать махчимости их реализации, а не спосылаться на тяжкости. Раньше у нас и телефонные трубки снимали все это. Но это же не говорило о том, что не надо телефонные будки устанавливать. Правильно? Значит, надо меры воздействия какие-то принимать больше. Устанавливать или какие-то сигнализацию какую-то, или виде камеры, или какие-то еще это самое. Но говорить о том, что кто-то может быть снимет, или разломает, или еще что-нибудь, поэтому делать нельзя. Причина, которая улучшается наиболее часто, когда разговаривают в проблемах со створением безбарьерного сяродя. Не хопая сроков, инвалиды-спинальники, с этим сгодны только частково, и они навык распрацовали властную презентацию, в которой продемонстровали основные порушения при проектировании и будовницах. По великим рахункам, брать частку бордюров, чтобы человек мог свободно трапить на тот же тротуар, проблемы не складая, как до речи не потребует значительных затрат и нанесения на скляные двери крам специальных полос для людей с дренным взроком. Некоторые владельники будинка, у нас двери ставить такой конструкции, что на тот же колясцы внутрь нияк не трапить. Будущих архитекторов, такие относины до стандарта, у нас вот сдаюляют. Олег, это саправды так. Это бордюры, лестницы и узкие двери. Да, потому что это основные препятствия, куда, не преодолев их, не войдешь никуда. Хорошо, по лестнице еще можно как-то попросить, кого-то тебя подняли. Бордюр, ты тоже кого-то можешь попросить, но двери – это все, это уже никак. Олег Сентюров, Йоген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». До других тем. Самовар банка, самовар груша або самовар чарка. Усех это разновидностей стародавней прилады, убачився, який зараз можно у Палаца Румянцевых и Паскевича. Новый выставочный проект присвященный традиции русского чаепития. У минулой ста годзе оно высобляло культуру приема гостей, гутерка, с якими велася минавита вокруг самовара. В экспозиции можно убачить, яго самые разные виды. Вот им лику и вырапу самой складанной технице. Самовар у выглядзе шара. Это самовары из частной коллекции Сергея Путилина, а также Александра Атрушкевича и самовары из фондов Гомельского Дорсового паркового ансамбля. Здесь вы можете увидеть не только сами самовары, но и еще те предметы, которые украшали чайный стад. Дополнением доголовного атрибута шарапития на выставе стали лыжки, кубки, чайники, цукарницы. Некоторые предметы выраплены 200 годзе тому. И усе активно выкористовались у повседенном житси. Дарыш и ранее за Гарбатой проводили по некольких годзин. За ГТШ смогли выпить 5 кубков духмяного напою с цукерками, перниками и абаранками. Лауреат специальной премии президента Республики Беларусь за духовное отражение, гранд-стипендия от фонду премии президента Беларуси по потребности Талиновитой молодзи неодноразовый призер международных конкурсов и фестивалев. Заслуженные коллекты у Беларуси студия церкового мастерства «Арена» рыхтуются до 10-годового юбилею. У першиню на Международном узроуні студия выступила на конкурсе церкового мастерства у Юрмалі у 2007-м годзе. С техчасову послужным спеце юных артистов Международный дельфийский гульник район СНД, конкурс церкового мастерства у Китае, шматликий телешоу. А совсем недавно талент Мазерана ценила сама принцесса Монака на галоны Международном фестивалі церкового мастерства у Монте-Карла. Про галоны, поспіхи, узнагороды, тяжкості і тонкості церковой справы напередодні юбилею засновальники і керівніки церковой студії Мария і Борис Кузняцовы і юні артисты расскажуть у програмі «Добрий Вішар Гомель». Глядіці сьогодні у 19.30 на телеканалі «Беларусь-Чатыры Гомель». Я в спорте. С трема золотымі узнагородами вернулися беларускі атлеты з Кубка Європы по кіданніх, які проходзіў у Румынії. Одна узнагорода на рахунку у Камельчаніна. Владимир Козлоу стаў лепшим у кіданні коп'я. Свой лепшы вынік спортсмен показаў у пешай спробі. Йон отправіў снарад на 79 метрів 34 сантыметры. Усягож беларусы завоевалі на турніры 5 медалёв. Удалай выступлений дозволіло мушынскай камандзі занять перша месца ў агульным заліку. Навіны регіонны, інформацію о праектах Телераду кампаніў Гомелів можці знасті на нашым сайті ў интернеті па адрасі www.tvrgomel.by На гэтам выпаска завершана у студыі працавала Маргарита Шубукова. Всяго добрага і до зустрэші у ефіре. Субтитрувальниця Оля Шубукова